Реалии сегодняшнего дня вымушают подумать про стан справа у дорожной и коммунальной господарки, как снег зимой не был полный нечаканностью. Службы областного центра протягивают смагаться с наступствами снегопаду, который накрыл город над звеной еще в выходные и примусил вывезти на улицу весь автопарк спецтехники. Чему областный центр не могут привезти у парадок оперативно, и учим причина того, что опадки для коммунальников каждый раз, як снег на голову, усвятляла наша здымочная группа. Витебск протягивая приходить у себя после чергового зимового снегопаду. Коммунальные службы працуют круглосуточно, у город вывели всю снегоуборочную технику. Тем не менее белые гурбы и зараз лежать на улицах и в дворах. Усе клопоты ЖХРО областного центра, як выбираться со снежных завалов и прац у коммунальника у Яны оценивают невысоко. Хотелось бы, чтобы хотя бы песком посыпали вот здесь, вот очень скользко. Ну а так, конечно, хотела бы, чтобы убирали. Ни в транспорт не зайти, это ужасно какое-то, я не знаю. Вообще, ничего. Еще центр, да, а вот там, где мы живем дальше, там все заброшено. Вот вчера почустили, прямо ничего. Вот только что на конечной у нас на автобусе мало, они почустили снега. И если двойной автобус, мы плохо разворачиваемся. Посыпают мало, плохо. Снег убирают. Утром приезжаю, когда был сильный снегопад, на работу не проехать, не пройти. Маршрутка подъезжает, не зайти в маршрутку даже. Ну то есть, плохо работает. Хоть и говорят, что круглосуточно, но незаметно это. Коментовать свою работу на этот раз коммунальные службы отмовились. Достоится от витяблян и дорожникам. Больше снегоуборочной техники у этой дни працует в центральной части города. При снегопадах магистральная в улице и подъездные шляхи до социальных объектов в приоритете. Не глядячи на то, что гардармост працует в две смены и в круглосуточном режиме справится с задачей худка и якосна складана. Каждую смену на линию выходит более 30 единиц техники. Это и снегоуборочная, и самосвалы на вывоз, и спецкоразбрасыватели. К работе привлекаются не только дворники, уборщики территории, а также с других участков переводятся люди. И с центром занятости сотрудничаем оттуда людей привлекаем. И объявления у нас есть о наборе. И требуются и дворники, и водители требуются, и трактористы. Люди приходят, оформляются, стажируются, работают. Но все еще мало. Все еще не хватает людей. Потерпел от стихии и пригород. Але коли Витебск протягивая по тонатью снезе, то на территории Воронусского сельсовета с уборкой справляются. Техникой забеспечивая витебский жрет. При этом тут поспевают реаговать на звонки местечов с просьбами допомогти позбавиться от снега у приватных домовладаньях. Нареканий от жителей практически не поступают. Мы стараемся, если выделяют технику, работать строго по графику. В усиленном режиме расчищаем от снега все населенные пункты без исключения. Начиная от дальних и центра агрогородка Ворон. Конечно, звонки поступают. Не без этого. Но мы стараемся максимально в сжатые сроки на них реагировать. Заразь снегоуборочная техника курсирует по Витебску в режиме нон-стоп. А работники городских службов активно орудуют шуфлями. Коммунальники запевнивают, что ситуация на контроле и снежная проблема в городе худка будет вырашена. Застается только спадзяваться, что и она не возникнет снова после чергового снегопада. Артур Смоляков, Яугин Янсен. Новины. Витебск.